ПЕСНЯ 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 Общее количество – 20 человек. Это не агентство недвижимости. И этот человек вовсе не риэлтор. Хотя он действительно продает квартиры и даже целые особняки. Только под землей. Его квартиры отличаются от обычных тем, что в них можно пережить любой катаклизм. Если, конечно, он поразит нашу планету. Все катастрофы, которые могут случиться, этот бункер выдержит. Более того, у этих бункеров есть особенная система фильтрации, которую производят только три страны в мире. Система эта выдержит, даже если будет применено химическое или биологическое оружие. Здесь, в Братиславе, расположена целая фабрика по производству подземных бункеров. Компания, в которой работает Питер, одна из крупнейших в мире. Здесь почти нет массового производства. Каждый бункер создается под конкретного клиента. Вот и голливудская знаменитость Том Круз в их числе. У нас есть такие клиенты, которые просят, чтобы мы построили это убежище на их земле. Бункер представляет собой подземное убежище из супертвердого стекловолокна. Производители обещают, что служить такой подземный дом сможет до 700 лет. Сталь можно прогнуть, а вот этот материал, в отличие от стали, нет. Он такой прочный, что выдержит любой удар. Эллипсоидная форма бункера также увеличивает его прочность. Девиз компании – задумайся о будущем уже сегодня. Возможно, вы не оцените этот бункер сегодня, но вы точно оцените его в 2012-м. Вот так выглядит подземная квартира. Все как в обыкновенных новостройках. Привычное удобство, необходимый запас продуктов. Если не устраивать стандартная модель, можно заказать собственную планировку. Естественно, все параметры можно изменять. Можно, например, увеличить на 10 лет запасы пищи, воды, а также топлива, на котором работают агрегаты. Можно расширить помещения, добавить комнаты. Так что все можно увеличить. Но, соответственно, увеличиваются объемы, увеличивается и цена. А это отдельный дом с гаражом и лифтом. Едва заметно лег на поверхности вход в жилище. Здесь предусмотрена даже специальная теплица. То есть под землей можно выращивать овощи и фрукты. Если человек долго живет под землей, ему необходима эмоциональная разрядка. Для этого есть и развлекательный центр, который будет располагаться тут же в бункере. Это место встречи. То есть там находятся разные кафе, рестораны, где можно покушать и выпить кофе. Безопасное место в этом опасном мире стоит приличных денег. Минимальная цена этого убежища семейного типа – 219 тысяч евро. Есть убежище за 373 тысячи евро. Все это вместе с питанием. Еще надо добавить стоимость поставки. В обычной жизни мы часто страхуем квартиры на случай непредвиденных обстоятельств. Ну, пожаров, землетрясений. И хотя создатели подземных бункеров гарантируют, что в них можно просидеть лет 700, случись что-либо подобное под землей, предъявить претензии уже будет некому. В самых древних времен люди ожидают катастрофы. Если вспомнить самые известные предсказания апокалипсиса, то он должен был бы наступить уже десятки раз. Но человечество продолжает спокойно существовать. И если катастрофы время от времени случаются, то, к счастью, пока что только местного масштаба. Представление о конце света является архетипическим. То есть оно существует в сознании любого типа культуры, как первоначальная матрица, в которую укладываются потом все представления и тексты, которые формулируются. О конце света говорили все культуры, но все культуры говорили об этом по-разному. В конце прошлого тысячелетия нас пугали проблемы 2000, связанные с ужасным по своим последствиям сбоем в работе компьютеров. На 2004 и 2008 годы предсказатели планировали космические катастрофы, утверждая, что наша планета столкнется с астероидом или кометой. И вот она новая черная дата – 2012 год. Год окончания календаря мая бьет все рекорды по количеству ожидаемых катаклизмов и катастроф. Майя не оставили, насколько мне известно, развернутой апокалиптики. Они не оставили развернутой эскатологии. Все разговоры по поводу точности майянского календаря вызывают большое сомнение уже в силу того, что не вполне понятно, как настолько точно удалось ученым прочитать и расшифровать мертвый язык, который существует только в глоссах, в отрывочных суждениях. Историки убеждены, что майя были мощной цивилизацией. Они появились в Центральной Америке в X веке до н.э. Возможно, они переместились сюда из других мест. За 500 лет на месте непроходимых джунглей майя создали огромные города с развитой архитектурой, скульптурой, письменностью. Давным-давно в одной деревне родился мальчик. Майя совершает над младенцем священный обряд. Голову ребенка зажимают между дощечками так, что по прошествии нескольких дней кости черепа навсегда деформируются. Во время обряда люди увидели знак. В мексиканском штате Табаско был найден монумент с древним пророчеством. Там сказано что-то туманное. Закончится 13-е 400-летие в день четырех Ахав третьего дня месяца Канкин и случится нисхождение Балонокте. Божество это не очень благоприятное. Он выглядит так очень специфически, потому что у него там нижняя часть скелетообразная, она лишена плоти, нижняя челюсть. В общем, не самый приятный персонаж внешне. Вот, мол, Майя все-таки подозревали, что будет что-то не очень хорошее. Но это опять-таки высосано из пальца, потому что на самом деле этот Балонокте Кух никаким особым существом сверхъестественным не является. Сторонники особого дара народа Майя считают, что с помощью образа этого бога древние индейцы хотели описать приближение к земле какого-то смертельно опасного небесного объекта. Эта дата как раз приходится совершенно не на вот это, да, не на 2012 год. Она попадет совершенно на другой, если ее как бы рассчитывать, пытаться рассчитать. Во-первых, она не привязана точно никому году, потому что она как бы формально привязана только к 20-летию. И вот она никак не совпадет с 2012 годом. Поэтому вот здесь, так сказать, Майяский, ну, не апокалипсис, да, вот такой своеобразный, да, эсхатология Майяская, учение о гибели мира, да, там все-таки оно есть. То есть такие мотивы появляются. Вероятность падения на Землю огромного астероида действительно существует. Ему даже присвоено имя Ю-55. Известна его масса около миллиарда тонн, а также длина 400 метров. Если этот космический гость столкнется с Землей, то случится взрыв по мощности равный тысяче атомных бомб. Катастрофа колоссального масштаба. Но для понимания, например, если, скажем, астероид падает в океан на расстоянии 100 километров от побережья, то волна, которая поднимается астероидом от 300-километрового астероида, приходит к побережью высотой в один, может приходить в один километр. То есть это разрушающая совершенно вещь. Мощное цунами всего лишь одно из предполагаемых последствий его предполагаемого падения. Кроме того, возможно, звеньцось вращение Земли и огромная масса воды перельется из одного полушария в другое, затопив большую часть планеты, затем наступит резкое похолодание. Кстати, вот отсюда возникла мысль, а как же с этим бороться? Значит, перед нами стоит такая совершенно конкретная проблема. Ученые во всем мире давно готовятся к встрече с астероидом-убийцей. Например, Российское космическое агентство совместно с Минобороны разработали свою систему космической безопасности. Космическая стража. Ее основная задача стала в том, чтобы открыть все объекты, все астероиды, размер которых больше, чем километр. Специалисты считают, что есть два надежных пути решения проблемы. Первый – это разрушить астероид путем ядерного взрыва. Второй – изменить его траекторию. Так что шанс выжить у нас имеется. В 2012 году нет ничего опасного, нет ничего сверхъестественного, и даже, насколько я помню, вот мы смотрели, даже нет в астрономическом смысле чего-то необычного. Я вас уверяю, что в 2012 году в космосе не произойдет событий, которые могут там, скажем, ошеломить человечество, а уж тем более в пределах Солнечной системы. Но хоть так тревожащий астероид ученые ожидают вовсе не в 2012, а только в 29-м году. Так что в ближайшее время можно спать спокойно. Но если опасности из космоса в виде гигантского астероида не предвидится, что же тогда имели в виду мая, обрывая календарь на 2012 году? Более тысячи лет назад мая исчезли так же внезапно, как и появились. Главное достояние их цивилизации, которое дошло до нас, это календарь, в котором описаны временные циклы. Жрецы майя полагали, что с момента сотворения людского рода минуло уже четыре цикла, или Солнца. Сменились четыре человеческие расы, которые погибли во время великих катаклизмов. Сейчас мы живем в эпоху Пятого Солнца. Древние индейцы полагали, что к концу этой эпохи произойдет некое движение Земли. Возможно, это и есть не что иное, как сдвиг полюсов. Почему-то у нашей Земли время от времени полюса северные и южные меняются местами. Причем процесс происходил уже много-много раз, если не миллионов раз, за время существования планеты. Последний раз это происходило 780 тысяч лет назад. Предполагается, что смена полюсов дело не быстро, но некоторые теоретики утверждают, что в истории планеты были моменты, когда полюса резко менялись местами, и это приводило к глобальным катастрофам. Иногда происходят инверсии магнитного поля, то есть то, что считается северным магнитным полюсом, раньше было южным и наоборот. Это случалось несколько раз и может произойти снова, но это очень медленный процесс. Сегодня скорость перемещения полюсов резко возросла. Северный магнитный полюс пробежал за последние 20 лет более 200 километров. Сейчас он движется со скоростью 40 километров в год. Если в 2012 году действительно произойдет резкая смена полюсов, это, понятно, ничего хорошего не предвещает. Я вас не буду пугать, это в 2013 году не перейдет, не произойдет. Это, я думаю, такое большое довольно время. В 21-22 веке это может произойти, потому что магнитное поле Земли давно не меняло своей полярности. Иные сценарии и в самом деле могут испортить настроение. В результате смены магнитных полюсов может произойти смещение географических полюсов на экватор. Тектонические плиты будут ползти, сдвигая континенты. Затем последует всемирный потоп и новый ледниковый период. Новый северный полюс будет находиться в районе Северной Канады. Южный полюс будет находиться в районе Индийского океана, к которому привыкли где-то вот здесь. А наша Западная Сибирь окажется на экваторе, в районе нынешней Бразилии. Буквально через три года бананы будут расти прямо у нас. Бывший военный инженер Евгений Убико уже придумал незатейливое устройство, которое поможет пережить подобную катастрофу. Он пошел дальше своих коллег словаков и построил мобильный бункер. Его ноу-хау, уверяет автор, выгодно отличается от обычных подземных убежищ. Его детище может всплывать с большой глубины, выдерживать сильнейшие удары, падать с высоты и купаться в потоках раскаленной лавы. А вот обратите внимание, видите, здесь шва нет, но уже прочный корпус стальной оболочки промялся. Здесь нету дополнительных тяг, и металл готов проломиться и треснуть. То есть вот здесь при малейшем литосферном сдвиге будет трещина. Сюда польется вода, та, которую мы видим здесь на полу и вот там в конце туннеля. Мне бы не хотелось оставаться в этом бункере на глубине 60 метров. Мне бы уже хотелось на поверхность в свой модуль спасатель. В герметичной капсуле есть все необходимое. Кухня, туалетная кабина, запасы воды и пищи, кислород. Здесь пульт управления, кресло командира и капсулы противоперегрузочные для членов экипажа. Здесь находится центральная колонна запасного выхода. Правда, все запасы рассчитаны только на 40 дней. А дальше все равно придется выбираться на поверхность, какой бы она к тому моменту ни была. Модуль может послужить центром, вокруг которого 50 или 100 человек выживут и начнут строить, как вокруг Аркаима, круглого такого, новый город, поселок. За одну поездку в ковчеге нового поколения всего 800 тысяч рублей. Конечно, это дороже, чем на общественном транспорте, зато бонус в подарок. Бесплатное обучение навыкам выживания в экстремальных условиях. Молодец, Евгений Убийко! Знаете, говорят, что на птицефермах яйца не бьются в ведре с водой. То есть человеческая жизнь, как желток этого драгоценного яйца, когда мы его запускаем в этой скорлупе, в воду, она становится целым. Это семена этой жизни. С помощью священного календаря майя рассчитывали луны и солнечные затмения, сезон дождей и засухи, что очень помогало при посеве и сбоке урожая. Майя, как и другие древние народы, поклоняли солнцу. Пятое солнце это как раз из астекской мифологии. Вот эти большие эпохи астекские, которые заканчиваются катастрофами, они у них называются солнцами. Именно отсюда ввелось пятое солнце, к майя не имеет никакого отношения. Повышение солнечной активности сегодня одна из популярных версий катастрофы 2012 года. Ее озвучил еще несколько лет назад голландский астрофизик Пирс Вандер Мейер. Некоторые поняли это как опасность взрыва нашего светила. Однако более благоразумные ученые говорят лишь о возможности увеличения солнечных пятен и аномально мощных вспышках. Солнечный цикл предыдущий 23-й он начался в 2001 году и солнечный цикл длится обычно 11 лет и то есть пик следующего солнечного цикла должен был бы прийтись на 12-й год. Любители космических триллеров обещают красочное начало. В небе появится сияние подобное полярному но во много раз более яркое. его увидят люди на всех земных широтах. Через 90 секунд после мощного солнечного удара вся электроэнергетическая система Земли будет уничтожена. Светофоры отключены. Машины замерли в одной гигантской пробке. Миллионы людей замурованы под землей в метро. Интернет, телефоны умолкли. Навигационной связи больше нет. Попадали спутники и самолеты. Питьевая вода перестала поступать. Вышли из строя системы хранения лекарств и продуктов. Ну, в общем, ужас и хаос. Во время очень сильных вспышек генерируются очень такие сильно ускоренные частицы. Они называются электронные убийцы. Которые, ну, убийцы, они потому, что они убивают электронику. И спутники выходят из строя. Если уметь предсказывать это, знать, когда, так сказать, произойдет, как говорится, можно подстелить со соломки, выключить аппарат, а в таком выключенном состоянии он менее уязвим, он можно было бы спасать. Но пока мы очень плохо предсказываем солнечную активность. В общем, вся эта история застанет нас врасплох. Но и на этом наш триллер не заканчивается. Если все произойдет зимой, то это только усилит агонию нашей цивилизации. Отопление будет разрушено, выжившие не смогут ни согреться, ни приготовить себе еду. Люди начнут умирать от голода, холода и эпидемии. В течение первого же года погибнет свыше миллиарда человек. Солнечная активность не создает никаких проблем для людей на Земле, но опять-таки может быть опасно для технологий, от которых мы все-таки сегодня очень сильно зависим. То есть люди, имеющие дело с электронным оборудованием, должны иметь это в виду. Скорее речь идет все-таки о космическом оборудовании. На Земле технологии вряд ли могут быть затронуты солнечной активностью. Эти люди пытаются укоротить огонь, бегая босиком по раскаленным до 700 градусов углям. Все они участники экстремального психологического тренинга. С помощью углотерапии здесь учат избавляться от страхов. Да я же по углям ходил. И мне теперь все как бы не страшно. Тренер Николай Смирнов понял, что сегодня выгодно продавать людям не машины и колбасу, как он это делал раньше, а счастье и уверенность в себе. Я поменял сферу деятельности. Если я всю жизнь работал на кого-то, был на его руководителем всю свою жизнь сознательно, то я создал свой бизнес и как бы его сейчас активно развивает. Себя Николай называет пиропсихологом, не путать с парапсихологом. Во время хождения по углем, говорит он, у человека открывается подсознание и создается психологический иммунитет. Попутно лечим неврозы, стенокардиоз, эхантрус, ну в общем все. Но самое главное, походив по углем, вы морально готовы к любой катастрофе. Здорово! Огонь и специальные упражнения перед этим выжигают все, что у нас накопилось. И огонь этому способствует, что наш энергетический канал, ну это представьте, мы берем ершик такой, прочищаем свой энергетический канал. У кого-то он становится шире, у кого-то он просто начинает функционировать по-разному. Кто бы спорил, если вся земля покроется раскаленной лавой, тем, кто ходил по углям, ну конечно же, психологически будет полегче пережить эту непростую ситуацию. Я думал, что я обожгусь, однако не обжегся. Мало того, мне это понравилось. Я чувствовал вдохновение, прилив сил, и я подумал, что, ну как-то надолго зарядился энергией, как-то в жизни стало, ну как будто легче. У североамериканских индейцев углехождения было одним из обрядов посвящения мальчиков-мужчин. Считалось, что с помощью этого обряда воспитывается воля и подавляется страх. Ну а сегодня, сегодня на практике древних индейцев зарабатывают неплохие деньги. Средняя стоимость тренинга 200 долларов. Взамен обещают полную готовность ко всему, что бы ни случилось. Николай Смирнов тоже большой молодец. что мы можем реально все. Главное, вот когда мы заслонку вынимаем, знаете, как в печке заслонка, вот у нас начинает идти энергия по всему телу. И тогда человек может все. Считается, что древние шумеры оставили народу майя в наследство некие хроники, в которых говорится о таинственной планете Нибиру. якобы шумеры были свидетелями приближения этой планеты к нам и высадки на землю пришельцев. С точки зрения абстрактной теории они могли бы рассчитать некое астрономическое событие, которое будет 23 декабря 2019 года, скажем, и от него вести отсчет обратный, таким образом создать сруйную систему своей календарной. Но вот опять-таки в текстах про это ничего не говорится, и это совершенно абстрактная теория. Планета Нибиру встречается лишь в мифологии древних шумеров. Современная наука не подтверждает факта ее существования в Солнечной системе. Но кто-то посчитал, что таинственная планета, которая погубит Землю, это красивый финал для календаря Майя. И вот уже нам рассказывают о якобы существующей, но еще не найденной планете Нибиру. Если кто-то имеет доказательства ее существования, нужно, наверное, публиковать эти данные, потому что ученые с большим интересом обратились бы к этим данным, но пока таких данных нет. По мнению поверивших в эту планету, каждые 3600 лет она проходит вблизи Земли, вызывая мощные волны и землетрясения. Что и случится 21 декабря 2012 года, когда, как нас убеждают, произойдет максимальное сближение с Нибиру. Все это имеет очень отдаленное отношение к науке, но люди любят какие-то сочетания чисел, сочетания каких-то дат, считая, что это каким-то образом оказывает влияние. А вот если бы Нибиру действительно существовала и подошла к Земле на расстоянии Луны, то притяжением этой планеты в атмосферу были бы подняты огромной массы воды, которые потом рухнули на поверхность. То есть на Земле повторился бы всемирный поток. Вулканическая активность увеличилась, а земная цивилизация и большая часть растительного и животного мира погибла. Если же Нибиру подошла бы к Земле на более близкое расстояние, чем Луна, то нашу планету просто раскроила бы пополам. Шумеры верили, что Нибиру, подойдя близко к планете Теомат, буквально разорвала ее на две части. Фантазии, которые высказываются, скажем, людьми, достаточно далекими от науки. Но если планеты нет, то сближаться не с чем. Достаточно на нее поставить рули, управление, и можно будет лететь куда хочешь. Александру Кушелеву не страшны ни инопланетяне, ни место их возможного обитания, Нибиру. Он собирается покинуть Землю до 2012 года на летающей тарелке собственного производства. Изобретение будет летать с помощью микроволнового источника света, который Александр тоже изобрел сам. Вот этот шарик как раз сделан из рубина. Можно посмотреть. Из таких шариков можно собирать источники энергии летающей тарелки, а мощность источника энергии летающей тарелки в миллион раз больше, чем мощность у обычного троллейбуса. Представляете, летающая тарелка диаметром 50 метров, а у нее двигатель в миллион раз мощнее троллейбуса. Такой двигатель, обещает наш Кулибин, будет стоить не более 600 долларов, а полная стоимость тарелки не более тысячи. Они могут делаться из разных материалов. То есть дорогие тарелки, скажем, военные, где нужна особая надежность, экстремальные условия, которые могут, например, нырнуть внутрь солнца. Вот такую тарелку надо делать, например, из осми, которая выдерживает 3000 градусов. Если там внутри есть хороший холодильник микроволновый, то снаружи может быть и десятки тысяч градусов он выдержит. А если, скажем, дешевые тарелки, их можно сделать из обычного фарфора. Раньше Кушелев изобретал вечную лампу, но чего-то там не заладилось. Теперь же в преддверии 2012 года он заговорил о летающей тарелке. Для запуска нужно совсем немного, сапфиры и несколько тысяч долларов. Если бы, скажем, мне помогли инвесторы, то, может быть, сегодня мы уже летали бы на тарелках. Без денег далеко не уедешь. есть, вот знаешь, как сделать автомобиль, например, да? Ну, нужно же купить запчасти. Нет денег на запчасти, значит, автомобиля не будет. У виртуальной лаборатории Кушелева есть даже собственный кассир. Он ведет сбор на очередной решающий эксперимент, от которого зависит судьба всего человечества. Он подробно объясняет, как можно стать соинвестором проекта и куда перечислить деньги. Я считаю, что создав микроволновую энергетику, ученые говорят, что мы в ближайшие годы каждому землянину сможем предоставить индивидуальную, свою собственную летающую капсулу, капсулу спасения, летающий дом. Будут все условия, чтобы все мы были счастливы, чтобы росли дети, и мы радовались жизни. Пока же наш ученый проводит эксперименты с обычной микроволновкой, засовывая туда разные кибаны и очень удивляется полученным результатом. И кибаны пока взрываются, но скоро полетят, ведь игра стоит свеч. Известно, что майя ставили пророчество, что 12 декабря 2012 года Земле что-то должно произойти. этого же числа большой адронный коллайдер должен заработать на полную мощность. Совпадение! Эксперименты на коллайдере, надеются ученые, помогут пролить свет на устройство мироздания, воссоздать картину большого взрыва, после которого возникла наша Вселенная. Но некоторые полагают, что вследствие таких экспериментов может возникнуть угроза планетарного масштаба. коллайдер это очень сложный прибор, очень дорогостоящий прибор, стоит он где-то порядка 10 миллиардов евро, но вещь дорогая, она привлекает большое внимание само по себе. В эксперименте будет использован ускоритель элементарных частиц. В нем микрочастицы будут разгоняться до скорости света, что должно воссоздать условия существования Вселенной в момент Большого Взрыва. В результате могут возникнуть так называемые черные дыры. Из-за высокой плотности их материи гравитационное напряжение вокруг них весьма велико, и все, что оказывается в зоне его действия, попадает в черную дыру. Так вот, ученые не исключают, что в коллайдере возможно образование микроскопических черных дыр. Вопрос об опасности просто и обсуждать нечего. Вопрос об опасности никакой опасности здесь нету. Ну, часто говорят, вот, ускоритель, вот, это опасно, вот, уже один раз останавливали, ну, как вам сказать, вы тоже чайник можете в комнате включить, предположим, предохранитель не сработает, и воды вы не налили, и вот, это опасно. Случится катастрофа или нет, это еще бабушка надвое сказала, а может, даже еще только подумала. А вот то, что с каждым днем прибавляется желающий спасти человечество, ну, и немного на этом заработать, очевидно. Если плохие дела на Земле, будем переселяться на Луну, так говорит директор представительства лунного посольства в России Стас Гребенюк. И пока ученые всего мира спорят, как добраться до Луны, предприимчивые люди уже вовсю ею торгуют. В сегодняшний день участки продаются в районе моря влажности, могу показать, находится примерно вот здесь. Вот, также интересные участки моря дождей. Сколько помню, продавались у нас море кризисов. И кратокоперник, сейчас найду его. Так, море Москвы. Лунное посольство имеет свои офисы по всему миру. В России тоже есть. И не только в Москве. Скромная табличка в офисе гласит, лунное консульство вечность в подарок. Вот так, ни больше, ни меньше. Покупка стандартного участка лунной поверхности обходится в сущей копейке по сравнению с подмосковной землей. Стандартный участок, как я уже повторюсь, одинаковый, примерно 40 соток. Стоит на сегодняшний день в Москве 2,900 рубля, естественно. Это минимальный участок и минимальная цена, соответственно. Что касается крупных участков, ну, естественно, есть и 10 акров, и 100 акров. То есть тут как уже зависит от покупателя. Ну, и скажем так, чем больше площадь, тем немножко дешевле цена. Каждая сделка фиксируется в головном офисе лунного посольства в США и присваивается свой номер. Все просто, как и на земле. Продажа участка одновременно нескольким лицам исключена. Вместе с договором купли-продажи владелец получает карту планеты с отмеченным на ней участком и бланк конституции, подтверждающий его права как нового гражданина межпланетной республики. Три сертификата. Это будет договор, лунадид, лунамэп, карта и конституция, свод законов. На карте будет стоять отметка текущего квадрата, где продаются участки, море влажности, имеет следующие координаты, ширина и долгота. На свидетельстве будут указаны данные об участке. Сегодня десятки тысяч людей по всему миру хранят свидетельства на собственный участок на луне. До недавнего времени их можно было считать чудаками. Но теперь, когда в мире всерьез заговорили о проблеме 2012, кто знает? Что касается практической пользы, ну, скажем так, участки, площадь уменьшается, цены растут. То есть люди, которые нас купили 10 лет назад участки, скажем так, сейчас стоят в десятки, а то и в разы дороже. То есть, соответственно, и человек, что самое главное, может продать свой участок, и мы эту сделку можем переоформить. И это ничего, что сейчас сертификаты не имеют юридической силы. Бог знает, как все повернется в будущем. В этом календаре есть окончание, но как в нашем календаре 31 декабря. У нас кончается календарь, и мы покупаем новый. не испытывая никакого ужаса. А тут почему-то решили, что конец календаря это значит конец света. Я думаю, что они неправильно поняли. Мезоамериканская культура очень сложна, так что не думаю, что мы можем так просто ее интерпретировать. Это лишь одна из возможных трактовок того, что написано у Майя, а можно придумать тысячу других. Так что же имели в виду Майя, когда обрывали свой календарь на 2012 году? От какой страшной катастрофы, по мнению загадочного народа, должна будет погибнуть наша планета? Майя совершенно не это предсказывает. И паника, которая имеет место, ну так сказать, среди какой-то части населения, кстати, в основном связанном с, знаете, есть такой неисчерпаемый человеческий ресурс, природный ресурс, это человеческая глупость или человеческая необразованность. Может, и в самом деле все обстояло проще. Календарь для Майя жизненно необходим. Климат Центральной Америки близок к тропическому и потому делится всего на два сезона. Засуха и ливни. Примет никаких и непонятно, когда лучше сесть в маис, когда выжигать леса. Впрочем, это тоже только теория. На этот раз моя собственная. И потому Майя взяли за календарь. Вычислили, что в году 365 дней разбили его по-своему на 19 месяцев, а не на 12, как мы. Отчего вышло в каждом месяце лишь по 20 дней и стали следить за солнцем. Назвали календарь Хааб, в городе Чеченеца построили обсерваторию, откуда жрецы и давали отмашку пора сеять или убирать урожай. Ничего сверхъестественного безусловно нет, но таблицы, то, что называется САРОС, таблицы затмений солнечных и лунных были составлены, были известны. Естественно, они неточные, это понятно, но в принципе вполне они достаточно хорошо отвечают их нуждам. Майи рассчитали свой календарь на тысячелетия вперед, но почему-то остановились на 2012 этот факт подхватили любители триллеров и псевдоученые, ловкие люди и откровенные мошенники. Их вывод был прост. Мол, таким образом майя предвидели конец света. Поэтому и не стали дальше писать свой календарь. Потомки тех самых индейцев майя, живущие ныне на территории современной Мексики и Гватемалы, возмущены такой дилетантской трактовкой календаря своих предков. Более того, здесь на родине индейцев майя ни о каком конце света и не думают, а напротив собираются жить долго и счастливо. А вот версия историков простая и логична. Закончить календарь народу майя помешали испанцы. В 16 веке они пришли на континент, уничтожили индейцев, а заодно их письменность, религию, культуру. Вот это, собственно, и стало причиной их таинственного исчезновения. Индейцев больше нет, но календарь сохранился. Испанские воины врываются в священное жилище вождя и убивают его. Воины сжигают и уничтожают всю письменность древнего народа, а каменные календары испанцы сбрасывают в ущелье. Вот этот самый календарь древних майя был обнаружен во время раскопок в 66-м году. Он сохранился чудом. Он лежал под гигантскими глыбами, покрытые землей и щебнем. Понадобилось целых четыре года тяжелого изнурительного труда, чтобы до него добраться. Тогда же примерно расшифровали и надписи на календаре. И, боюсь, любители потаенного знания будут разочарованы. Чего-либо похожего на предсказания Нострадамуса в них нет. Сообщения о контактах с неземными цивилизациями тоже. Посвящены они главным образом прославлению древних правителей да изложению кое-где мифов о временах предков. Один из американских археологов, участвовавший в расшифровке надписей, имел неосторожность заметить. Календарь обрывается на 2012 году. Получается такой своеобразный конец света по-маянски. Никто тогда на это не обратил внимания. А вот потом эту фразу подхватили писатели-фантасты и началось. Так, катастрофизм, который присущ на самом деле сознанию человечеству, а вовсе не магия тут совершенно ни при чем. Ну, я думаю, все мы помним, что как популярны были все эти миллионаристские учения, белое братство, которое предсказывало, тоже тогда в 90-е годы Москва особенно помешала, этих было безумное количество. Никто про 2012 год слыхом не слыхивал. Зато, мол, был конец света, не прождался. Потом был миллениум, был 2000-й год, системная ошибка и так далее. Тоже про 2012 год никто особо не вспоминал. А тут началась вот это значит новая истерия. Появились какие-то оригинальные российские авторы, которые пишут совершеннейшую ерунду и чепуху по этому поводу. И мы получаем как раз вот то самое, о чем мы сегодня говорим. Индустрию страха. Индустрию страха, которая воплощается в производство маек, в производство стикеров, в тренинги, в строительство объектов недвижимости на случай, если это действительно произойдет. По правде говоря, если оглянуться назад, за последние лет 20 мы видели подобных предсказаний очень и очень много. Ни одно из них, как мы с вами понимаем, не сбылось. И не сбылось хотя бы потому, что мы сегодня с вами разговариваем и вы меня смотрите. Когда появляются размышления о том, что конец света, мир закончится, мир погибнет, ну вот Рональд Эммерих только что снял этот свой значит очередной блокбастер с мега-цунами и мега-землетрясениями и так далее. Все это, конечно, забавно и имеет большее, конечно, отношение к современному сознанию человеческому и к современным поискам, особенно западными. Ну, теперь оказалось да и российскими людьми какого-то нового мира, может быть, опасениями того, что мир может рухнуть. А вот это, внимание, это пособие по выживанию глобальной катастрофе. Иные из рекомендаций здесь сколь наивны, столь поразительно невежественны. Ну, вот, вот, например, здесь объясняют, сколько нужно фольги, чтобы уберечься под чудовищным излучением, грозящим всему живому. Здесь также рекомендуют оборачивать фольгу и мобильники. Ну, словом, очень полезная вещь. Если в 2012 году конец света все же не наступит, не стоит отчаиваться. До 2020 нам как минимум обещают еще с десяток катастроф, так что скучно не будет. 2013 судный день, день начала и конца, гиперпространственный переход и четвертое измерение. Для смертных это будет смерть, а для богов рождение. 2014 астрофизики говорят, что к нашей Солнечной системе доберется облако космической пыли, которое сметет все на своем пути. Скучный конец света. 2015 конец 9576 годичного цикла, который пройдет в гибели цивилизации. 2016 Джеймс Ханссон, исследователь климатического состояния на Земле, утверждает, что в этом году растают ледники и большая часть суши будет затоплена. 2017 конец света по теории пиархических катастроф. 2018 ядерная война от того же Нострадамуса. 2019 банальное столкновение со стероидом. 2002 МТ-7. 2020 Исаак Ньютон исходит из предсказаний Иоанна Богослова рассчитал, что конец света будет именно в этом году. Те, кто нагнетают истерию вокруг движения вперед, вокруг развития научной мысли, должны отдавать себе отчет, что у людей, у многих наших сограждан, и не только в нашей стране, психика подвижная. И люди начинают реагировать совсем не так, как это предполагается. Они начинают бояться, они начинают испытывать фобии, они готовятся действительно к концу света. Посмотрите, несколько лет назад мы столкнулись с тем, что несколько отшельников заперлись в пещере, несколько людей погибло. Часть вины за их гибель лежит как раз на тех, кто нагнетал истерию вокруг конца света. Люди с нездоровой психикой поверили в это. И вот это самое страшное. Дата 2012 сегодня стала настоящей фобией и становится реальной проблемой. Люди ведь в социальных общностях какие-то тезисы, которые исходят от авторитетных личностей, известных людей, они распространяются с геометрической прогрессией. И начинается просто массовая истерия. И конечно же, что это эффект заражения и тут же тысячи людей идут в кинотеатры, в залы, смотрят, читают книги. То есть это просто поднятие рейтингов и ну такой популизм. Вот. Для как раз для зарабатывания денег. Так что ведь огромные кассовые сборы. Если идея приживется и новый календарь будет одобрен, придется менять все календари в мире. Хлопотно, конечно. Зато мир вздохнет спокойнее. На этом закончится опасный старый календарь и начнется новый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова